Всем привет! Меня зовут Вика, и вы на канале Вика Evercross Stitch. В этом видео я вам расскажу о своих итогах, но не июня, а второй половины июня, потому что итоги первой половины июня у меня были ранее. Если кому интересно, я оставлю ссылку, она или вылезет с правой стороны, как обычно, либо под видео. Сегодня у нас 1 июля. Я для вас подготовила много, для меня много интересной информации. Надеюсь, что вам она тоже будет интересна. Так что, кому интересно это видео, подписывайтесь, пожалуйста. Буду рада видеть вас, ваши комментарии, точнее буду рада видеть Ну и начнем. Первое, что я хотела рассказать, это, конечно, мой финиш. Это второй финиш июня, и это новогодний сэмплер из журнала Cross Stitching. Мне его подарила девочка, моя знакомая. Они с мужем живут в Англии, и она привезла в качестве сувенира журналчик. И там был этот рецепт. Сказать, что при вышивке я была в восторге, это ничего не сказать. Мне очень понравился этот стиль. Это сэмплер Littering, или как он правильно называется, я не знаю. Но я первый раз получила настолько колоссальные эмоции вообще не от сюжета, которые вот закончены сюжетом, архитектура, домики, пейзажи, люди, а от сэмплера, по сути. От выписывания буквок и всяких элементиков. Я от себя была сама в шоке, если честно. И теперь подыскиваю еще другие сюжеты, подобные этим. Поэтому посмотрите, насколько реалистичный пирог получился. Скорее пудинг. Я долго думала, что вот это вот такое. Почему на пироге что-то зеленое? Это оказался астралист. Да. В Англии и вообще в Европе на пудинге кладут астралист. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, вы знаете. Но для меня это было открытие. Что у нас интересного хотела вам рассказать. Основа это тридцатый каунт Украмерка. Цвет под леон. Больше вышивать на такой основе я не буду. Да, она при натяжке была, ой, при вышивке в металлических пяльцах самозапяливающих мурки была хорошая. Но вот эти все ниточки тянулись как синтетика. И что-то мне не очень понравилось, если честно. И я потом очень долго протягивала ниточки. Не протягивала, а у меня провис бэк. Я долго его подтягивала. Вот сегодня везде подтянула. Кстати, сейчас только заметила. Тоже мне немножко сейчас подтяну после видео. Вот. Вышивался на... Так, на тридцатом каунте я сказала. Нитками тут солянка, тут DMC, Gamma, PNK, Royal есть немножко. Вот. Размер 20 на 25 см. Я хочу его оформить и поставить именно на кухне. А рамочку хочу белую, но с потертостями. Как под старину, да. Робную тянут сама на... Как он там? Пинокартон называется правильно. Вот. Вот такая красота. Здесь примерно 6600 тысяч крестиков, если не ошибаюсь. или 6800, но неважно. И по саге я его, этот сюжет, вышивала всего 11 дней. Начала я 4 января. Получается, закончила где-то в 20-х числах июня. Но всего это было 11 дней. Это так прикольно, конечно, да. Можно, получается, за 11 дней вышить. Потому что некоторые дни я шила по 900 крестиков, по 700 крестиков. Последний день там около 1000 тоже было. Я уже дошивала вот эту вот часть, помню. А начала его шивать, помню, вот отсюда. Вот с этой вот рамочки. Пошила немножко вниз. Потом сделала вот, как сейчас помню, вот эту рамочку. Начала делать эти узоры, буковки. Так классно. Мне вообще так нравится, смотрю, с таким восхищением. Прям прелестно, прелестно. Вот. Но скажите, что действительно забитый сюжет, который достаточно интересный и... В общем, мне нравится, и я в восторге. Вот прям любовь, любовная. Но я тут где-то совершила ошибку на одну клеточку. У меня, видите, как сдвинулось всё к рамочке. И я думаю, я не допущу такой ошибки. Вот тут вот и буду сдвигать. Но что вы думаете? Я вышила пирог. Он, видимо, тоже был уже передвинут на одну клетку. И вот вышел этот зест. И тут я тоже ошиблась. И мне пришлось так подстраиваться прям. Вот начиная от оффлемон, зест оффлемон, лимончик. Я цвет уже подстраивала, чтобы вместить вот в эти рамки, чтобы это было красиво. В общем, вот так вот. Такая красота у меня получилась. Что ещё я хотела бы рассказать об этом сюжете? Если кому понравилось, вышивайте. Он прекраснейший, превосходный. Пока ненадолго у меня уйдёт рулон. Потом как подащу рамочку, обязательно его оформлю. Вот. Что-то ещё хотелось сказать. А вот сейчас вспомню я. Мне очень почему-то понравилось вышивать вот эта вот часть, где мука всему, по-видимому. Вообще такие краски классные. Вообще очень нравится. Вот такой деревенский стиль у меня получился. Пойдёт на кухню. Прекрасно. Голос у нас раннее утро. Ульянский раннее утро. Только в это время у нас не сверлят, за окном не бугнят. И пока у меня все спят, я вот решила снять, потому что мои домочадцы мне тоже мешают. Кошек тоже куда-то сынуло, потому что тоже мешают. Вот. Поныло. Пошли дальше. Дальше я хочу рассказать о продвижениях, которые были у меня за вторую половину июня. Начну сейчас с того, что у меня первая лежит рядышком. Это Пана. Вот. И здесь у меня вышло тысяча крестиков. Этот сюжет у меня участвует в СП, очень круглый СП, который мы организовали вместе с Виталинкой. И каждую неделю по 500 крестиков. А так как у меня не было с вами две недели, то тысячи крестиков. Больше я специально не вышиваю, потому что у меня есть другие процессы. Об этом я уже говорила ранее. Смотрите, только сейчас здесь кошечку заметила. Видите? Это кошечка в окошечке. Прикольно. Я не видела раньше. Сейчас только заметила. Ну что? Сейчас вам вставляю картинку. Мне очень понравилось у девочек, у других блогеров, что они вставляют картинку, что было до. Я тоже вам вставлю, что было две недели назад. И покажу вам, что сейчас. У меня отшит этот процесс на 28%. Вообще неожиданно. Он достаточно быстро идет. Хотя Марина, если он не смотрит, Марина, привет. Она говорит, что сложновато. Может быть, я еще до тех мест не дошла. Но, например, на прошлой неделе я вышивала только этот домик синим цветом. И, как я поняла, вот это вот дерево. Сейчас мы посмотрим, дерево ли это. Да, это отражение дерева в воде. И вот вышив вот эти два цвета, у меня получилось 1500 крестиков. А на этой неделе я вышивала в понедельник, как ни странно. Кстати, сегодня отчет в игре. Девочки, не забудьте, кто участвует. Потому что видео выйдет сегодня. На нас выходит солнышко. Пробивается сквозь тучки. Я на этой неделе вышивала. Вот немножко зашивала вот эти вот места. Вот они. Помню, что этот домик я вышивала тоже одним цветом. И еще что-то зашивала. Хотя вот этот у меня в планах зашить вот эту вот часть. Вот видите, где вот есть пустые места. Бэком их уже, наверное, передбегать выше. Вот потому что уже хочется наверх. А тут наверх невозможно пока. Пока вот это все не зашью. А тут будет немножко разброс. Тут будет тяжеловато. Поэтому, наверное, я на следующей неделе к этому приду. Что нужно будет этот чай зашить и передвинуть выше. В целом мне дизайн очень понравился. Хотя раньше я его ругала. Но сейчас нет. Солнышко выходит. Сейчас будет ярко. Сейчас очень даже нравится. Я, видимо, приспособилась. Тяну нитку правильно. Под углом специальным, чтобы не терлось о дырочке канвы. Так что сейчас мне все очень нравится. В саге есть ошибки, девочки. Если кто тоже вошел в этот сюжет, аккуратней. Я уже несколько допустила, но они не влияют на рисунок. Это вот где-то вот здесь вот. То есть одной клеточкой выше, другим цветом одним. Ниже ничего страшного, я думаю. В общем, вот такие у меня продвижения. Мне очень нравится этот сюжет. Даже еще в таком виде. Вот стремимся к половине. Еще Марина сказала, что здесь будет сложновато, потому что тысячи тут только бэк. Ну, ждем. Я бэк люблю, поэтому готовлюсь к нему. Так что поехали дальше. Следующий сюжет, который я домучиваю, это новогоднее гуляние от Панны. Этот сюжет начался в ноябре 2018 года. Он у меня стойко ассоциируется с Прагой. Почему вы скажете с Прагой? Ведь это не Прага. Потому что этот сюжет начала и там. И вышивала свой первый вот этот вот угол. Свои домики я вышивала именно там. Да, мы жили в Праге, поэтому я это все вышивала там. На этой неделе, за две недели я продвинулась достаточно хорошо. Сейчас я вам все буду показывать. Только сразу извиняюсь. У меня не очень красиво тут все. Я немножко стесняюсь. Но мне уже его хоть как бы домучить, поэтому я хоть жалко, хоть валко его двигу. В общем, вот. Сейчас тоже вставляю картинку до. Что было до того, как я взяла его после того видео. Я его взяла на завершение. Мне здесь осталось уже 15 тысяч крестиков. Было 19, то есть на 4 я продвинула. Я вчера сидела, позавчера сидела. По 600-700 крестиков шпарила. Вышила. Ёлку добила полностью. Тут были пустые места. Немножко повышивала вот здесь вот. Прибавились вот эти вот ярмарки, мне кажется, домики-ярмарки. Людей. Вот эти люди точно закончены. Вот эти точно закончены. Вот этот точно закончен. Вот эти все появились. Кстати, это так прикольно, когда ты вышиваешь, и тут пару крестиков, и у тебя хоп, и человечек появляется. Такая магия. Да, это усложняет процесс. Точнее, не усложняет, а замедляет. Но некоторая магия происходит. Вот. Так что мне очень нравится. Ещё немножко пошила бэк вот здесь. Вот тут, кстати, выкладная нить. Тут тоже выкладная нить, потому что бэк был бы вообще очень некрасиво. И заборчик немножко я тоже построила. Ещё очень много тут зашивала с полукрестом. Тут вот, где нет людей, всё будет зашиваться с полукрестом. Вот это, конечно, здорово. И когда я устаю, ушивают эти вот малявки. Потому что там пять крестиков в другой, пять крестиков в другой. И знаете, как делаю? Вот у меня тут в ёлке оставались цвета. Я брала, допустим, там какой-то цвет. Ну, допустим, четырнадцатый в плашке. Он здесь у меня где-то остался. Я его вышивала здесь и искала, где могу я его ещё вышить. Поэтому так долго у меня зашивалось это вот место. Так бы у меня быстрее уже всё вышло, и я ушла. Но я решила вот так вот сделать. И это прикольно. Как я говорю, появляется магия, человечки, волшебство. Вот. Теперь планирую я снять. Потому что тут... Вот тут хорошая только натяжка. Здесь уже неудобно. Говорю, уже всё провисло. Наверное, я буду зашивать вниз. Вот эту вот часть. Чтоб дойти вот до конца. И... Ой... У меня постоянно меняются планы. Я сейчас попробую, конечно, их сформулировать по этому сюжету. Но... Но-но-но... Я планирую сейчас передвинуть снапы и вышивать вот эту вот часть. Вот эту вот, получается. Возможно, пойду туда, к краю. Это как вариант. Возможно, потом, когда зашью вот эту вот часть, мне время хочется почему-то её зашить. Не знаю почему. Я буду зашивать церковь, потому что она у меня такая, как будто... Видите? Вот её только строят вот потихоньку. Тут очень много цветов. Я, наверное, её уже как с Нового года строю, так и строю. Вот. Так что посмотрим, что у меня получится. Но я сегодня точно передвигаю пяльца... Ой... Куснапа вниз. Опять солнышко вышло. А дальше как уже пойдёт. Вот. Но сюжет потрясающий, конечно. Нет слов. Просто я от него устала. Если бы я его вышивала сразу, его можно было вышить очень быстро, потому что большие заполнения участков одним цветом. Дома вообще тут заполняются вот такими огромными линиями, там делать нечего. Просто я сейчас уже его лично заканчиваю. Уже хочется добить, добить, добить. Не знаю, сколько мне потребуется времени, потому что я буду всё равно переключаться на другие процессы. Так нельзя. Вот я планировала сегодня ещё пошивать и, наверное, отложу. Вот. Ну, вроде всё рассказала. Тут больше ничего интересного нету. Вообще весь, конечно, сюжет интересный, но пока всё, что я могла, вам рассказала. Ну, ай, классный сюжет, классный. Ну, ай, классный сюжет, классный сюжет. Ещё поставляю видео, картиночки, чтобы близко рассмотреть. Ну, посмотрим. Это, я говорю, я стесняюсь, потому что канва очень грязная уже. Затирать, конечно, её не буду, потому что это бессмысленно. Всё зашьётся, уже потом простирну, всё хорошо. Вот, так что всё, откладываю. Ещё я вышивала, знаете что, на одежде. Я всё-таки взяла его в руки. Немножко стянулась канва водорастворимая, ну ладно. Я закончила корзину, вот эту вот корзинку. И уже начала вторую половину шара верхней. А мне Ксюша, Ксюше спасибо большое. Она придумала дизайн для вот этого вот места. Тут будет красный шарик, тоже воздушный, небольшой. И вот это я не знаю, сколько дней буду мучить. Вот, по-моему, смешно, наверное. А мне нет. Это с плоскогубцами нужно продевать. Как раз тут ещё три ряда осталось. С плоскогубцами надо продевать, потому что это, я не знаю, как нереально. Я попробовала несколько раз, у меня не получилось. Делается мужу брать плоскогубцы. Вот, этот сюжет я просто вышиваю для того, чтобы дожить. Дожить. Не дожить, конечно, а дошить. Потому что удовольствия я не получаю от него, если честно. Но надо дошивать. Тут, в принципе, осталось дошить вот этот вот круг. Ой, шар воздушный. Его отбекать и сделать этот шар тут. Несколько крестиков. И машинка. Машинка будет проще, потому что тут не будет вот таких сложностей. Там машинка уж падает двумя цветами, поэтому я надеюсь, что... Нет, я быстро... У меня играют кошки. А я укрывалась от соседей, в итоге играют кошки. Замечательно. Вот. Я тоже такая думаю, так легко, так легко. Нет, это тоже будет сложно, потому что сложно. Вот, выговорилась. Но мне много о нём нечего, если честно сказать. Поэтому вот вам покажу. Ставлю, конечно, картинку, что это такое. Это сэмплер от DMC. На официальном сайте они есть. Выбирала сама девочка, которая делает рубашку. Вот. Так что я убираю это действие. Далее я вам покажу это в качестве продвижений, а потом расскажу о стартах. А, нет. Наверное, лучше рассказать как о стартах, действительно. У меня в июне было два старта. Достаточно спонтанные, потому что у меня не было никаких предпосылок, что я начну. Ну, давай, заходи. Быстрее. Поздоровайся. Не видно её там? А, лапки видно. Да. Беляша передает вам привет. Первый старт. Сейчас вставляю картиночку. Это «Девушка лета» от Ольги Ланкевич. У меня я за день просто бахнула тысячу крестиков. Насколько это легко и просто шло. Вышиваю на туркомерке. Заказывала её в сундучке хомячка у Марины. Это на ЗНД. Если не ошибаюсь, цвет персик. Там нет никаких цифр, поэтому сказать не могу артикулы. Артикулы, наверное, да? Артикулы не могу сказать. Вот. Безумно нравится эта основа. Она чем-то напоминает Линду, но... Ой, нет, не Линду. Она напоминает Монику. Вот. Очень приятно шить. Очень классная основа. И мне захотелось купить ещё побольше. Но у Марины они что-то уже закончились. Поэтому нужно будет спрашивать. Безумно классная основа. И отрез 50 на 40 я покупала за 170 рублей. То есть вообще перфектно. А вы картинку уже видели? Я вам её уже вставила, наверное, я надеюсь. Вот. В общем, девочки тут формируются, чередуются. Так вот. Меня отвлекли. Это 27 аккаунт. У меня что-то такое сумбурное об этом сюжете. Слова мои. Так получается. Ещё раз. Основа — это ракомерка. 27 аккаунт. Цвет персика. Вот. Очень нравится основа. Она такая приятная, мягкая. Навышевать на ней просто одно удовольствие. Сюжет тоже «Любовь-любовь». У Ольги Лангевича вышел ещё один сюжет. Я вам его расскажу чуть позже. Тоже «Любовь». Тоже я его купила. В общем, много чего купила. Ну, вы уже всё видели. Сюжет видели. Мои продвижения видели. Здесь тысячи крестиков. Я вышила их за один день. Просто бахнула за несколько часов. Там три часа шли, просидела и вышила. Потому что очень тоже большие зашивы одним крестиком. Чередуется крест и… крест в одну нить и в две нити. Полу креста здесь не будет. Только чередование крестов в разное сложение нитей. Вот. Я тут немножко уже ошиблась. Один раз просто не посмотрела, что в одну нить. И ошиблась. Но перешивать не стала. Думаю, ничего страшного. Вот. Такая вот красота у меня. И ещё один сюжет. Это «Свадебная метрика» от Dimensions. «United with love» вроде, если не ошибаюсь. Уж военно кашля. Цвет вам не скажу сейчас. Сейчас, секундочку, может скажу. Цвет 718, если вам о чём это говорит. Я поняла, что я очень люблю кашель. Это настолько круто. Он вообще просто потрясающе. Он такой мягенький. Так хорошо через него проходят ниточки. Такая хорошая натяжка. Просто вот всё сложилось. Всё, что можно было. Вот. Такая прелесть. Здесь вышли всего двумя цветами. Это вот эта вот рамочка. Нет, всё-таки у нас сверлит. И белым цветом. Тут несколько... Тут 7000 всего в этом сюжете белого. 9000 креста. И вот 7000 из них. Это будет зашиваться белым цветом. Вот. Я зашиваю 5200 от DMC. Что будет? Ой, тут оказывается столько всяких декоративных швов. Я заказала ниточку типа перле. С Алиэкспресс мне получилось около 50, что ли, рублей. В общем, он не придёт в августе. Я жду. Если не придёт, то куплю здесь. Но мне захотелось попробовать что-то новенькое. Не надо, пожалуйста, это делать. Вот. Ну, что ещё сказать? Я надеюсь, ставила картинку. Вот. Здесь будут розочки. Здесь опять будет белое-белое-белое. Очень много выкладной нити ниткой типа перле. Но я думаю, это всем известная метрика. Поэтому... Вот. Ну всё. Что-то я потеряла запал. У меня проснулся Женя. И всё. И у меня пропало настроение вшивать. Не люблю к нам это слушать, естественно. Вот. Теперь о покупках. Покупках, покупках. На Алиэкспресс-блоке. Это жуткая акция. Я купила этот органайзер. Который 50 ячеек за 363 рубля. Так он стал 564. Но я нашла купон. У меня вот стало 323 вроде. Что-то типа того. Пришло мне за 7 дней. Вообще очень ускоренное. Не знаю, с чем это связано. Но просто моментально. Чек отслеживался сразу. Как бы отправили. И всё. Ну вот. Так же магнит косметик я приобрела. Вот такие вот пряльцы. Деревянные. С винтом. Но. Это не для натяжки. Не для вышивки. Для фоток. Ну. Я понравилась. Плани. Да. Теперь. Ещё. Я купила на Азоне. А такую панельку от Анкор. Это у нас. Амстердамстрицкин. В общем. Улочки Амстердама. Ой. Чудесный набор. Но. Говорят, что надо менять. Основу. Ну вот. Купила его на Азоне. За 750 рублей. Какие-то были баллы. Я ещё даже не знаю. Какие-то были баллы. Вот. Прелестно-прелестно. Перфектно. Эти. Этот набор. Сначала купила. Вроде. Варя. Потом. Эвелина. Ну. И мне тоже захотелось. Я закинула. Карлину на Азоне. И следила. И вот. Он решил резко подешеветь. Ой. Вот такие вот дела. В общем. Откладывать. Мои запасы. Конечно. Ушать не буду. Далее. Я купила основу. Еву. Это. Цвет. 40. 78. Апрель. 50 на 180. Такой красивый. Вроде. Это таракотовый цвет. Правильно же? Таракотовый. Вот. Я думаю, что его можно куда-то приспособить. Так что. его. Я люблю. Там у нее была скидка. По 978 рублей они продавались. В общем. Класс. Дальше. Это тоже основа. Это Лугана. 25-го каунта. Нужно будет, кстати, списать что 25-го каунта. 35 на 50. Это цвет 6138. Морская волна с люрексом. Прекрасный цвет. Замечательно красивый. Так сверкает, переливается. Мы все превращаемся в Ксюшу маленькую. Все стали сороками. В общем. Потрясающий цвет. Вообще. Идеальный. Очень классный. Вот. И. И. Шок контент. Это. Окрашенная Линда. От Полиночки. Полина, тебе огромный привет. Это наша девочка. Полиночка. В нашем чатике она красит ткани. Она жутко стесняется, что она красит как-то не так. Хотя, мне кажется, все получается идеально. Поэтому я оставлю ссылку на нее. Девочки. Заходим. Человек очень все качественно делает. И продает достаточно дешево. Поэтому я не знаю, чего ей стесняться. Ну ладно. Вот. Это вот такой цвет. Это. Я и сказала, мне один вот такой цвет. Как у Эдинбурга. А еще один. Как хочешь, так покрась. Как вот я с тобой ассоциируюсь, так и покрась. Наверное, она покрасила вот так вот. А это, представляете, она не просто так отдала. Я вообще в шоке, если честно. Мне должно полтветка не прийти. Я пришла три. Вот. Такой вот серый красивый цвет. Вот. Гамма Линдовская. Серый. Такой красивый, наверное, цвет морской волны. Мне ассоциируется именно с каким-то морем. С волнами вот такими вот красивыми. Когда ветер по воде ходит, вот такая болталка возникает на воде. И вот мне тоже с этим ассоциируется. Так хочется на море. Вот. И вот такой потрясающий цвет. Вообще потрясающий. Правда классный, да? Вот. Вот. Я даже не знаю, подо что его, как его. Но надо. Я думаю, что сюжет сам себя найдет. Поэтому вот. Просто любуюсь красотой. Это не одинаковое. Они совершенно разные. А вот. Что еще о покупках? Так. Сейчас я. Положу вот так вот. Что еще о покупках? Я приобрела две схемы. Как я говорила, это схемы от Ольги Ланкевич, Paradise Stitch. Это девушка на море. Сейчас вам вставляется картинка. И девочка Лето. Девочку Лето я уже начала, как говорила ранее. Я влюбилась в эти дизайны. Когда только увидела первые крестики, сразу записалась на предзаказ. И сейчас у нее у Оли еще должна будет одна быть схема. Как я поняла, что-то типа с Белоруссией связана. Девушка в Белоруссии, она там в поле. Очень красивая девушка. Я тоже ее очень захотела. Вот. Хочу девушку на море пока отложить. Девушка в море пока не буду приступать. Так. Это рассказала. И еще Лена. Лена, тебе привет. Лена Степанова из Санкт-Петербурга. Подарила мне две схемы. Первая это кружочек от Алены Савченко. Сейчас она вставляется на экране. И букет, как она там, вазы или не вазы. Это от Екатерины Полковой. Лена с ума сошла, но Лене большое спасибо. Я получила кучу позитива, когда увидела, что мне пришли эти схемы. Это было крайне приятно, правда. Вот. И еще что я хотела рассказать. Я влюбилась в дизайн от, как он называется, Design Works. Что-то типа какое-то кафе, наверное, уличное кафе. Я думаю, или европейское кафе. Я сейчас вам вставляю картинку. Вставлю картинку от Шива. Вот. Я влюбилась, и у меня был порыв просто начать. Вот. И сейчас до сих пор я в таком порыве. Сейчас еще потерплю. Если до середины июля это не пройдет, то, наверное, я тоже начну. Просто... Просто я влюбилась. Правда. Это настолько потрясающе, настолько красиво смотрится. У кого я увидела этот дизайн, эта девочка, она сказала, что он настолько легко шьется. Там такие участки, очень много бэка, которые квадратичные, которые счетные и мега крутые. Поэтому я решила, блин, я хочу. Так что ждите возможный старт. Может и нет. Не знаю, как пойдет. И еще я теперь введу подсчет крестиков. Ушла кошка. Подсчет крестиков. И у меня за июнь получилось 14500 крестиков. То есть в среднем в день я вышла 480 крестиков. Вот. Ну, я считаю, это нормальный результат, но хотелось бы, конечно, лучше. Но у меня почему-то каждый день не получается, не получается по 500 хотя бы делать. Вот. Ну, в июле буду стремиться к чему-то большему. Ну, в принципе, все рассказала. Если вам понравилось это видео, жду вас к себе в гости. подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok